Сегодня состоялся очередной 26-й съезд Федерации профсоюзов Республики Казахстан. На онлайн-совещании были подведены итоги работы за пять лет и определены приоритетные направления на ближайшие годы, отмеченные в послании президента Республики Казахстан. Съезд Федерации профсоюзов Республики Казахстан – масштабное значимое событие в общественно-политической жизни страны. В работе съезда, который впервые прошел в онлайн-режиме, приняли участие семь делегатов из Западно-Казахстанской области. Сегодня обсуждается, во-первых, это в период пандемии, чтобы ни один человек не остался без заработной платы, хотя бы вот эти 42 500 тенге, которые выделяются государством, чтобы это дошли до каждого гражданина Республики Казахстан. Это в первую очередь. И повышение, естественно, заработной платы, как вчера сказал президент Республики Казахстан Тухаев. Благосостояние народа должно расти. В онлайн-режиме участниками съезда были затронуты вопросы дальнейшего восстановления экономики после кризиса пандемии, переход к новому формату социального диалога, усиление социальной защиты работников и обеспечения достойного уровня жизни человека труда. Особо был сделан упор на очередном послании президента Республики Казахстан. Этот съезд проходит сразу же после послания президента Республики Казахстан к народу Казахстана. В этом послании как раз говорится о социальных выплатах, которые будут сохранены на предыдущие годы. И также нас, как общественную организацию, заинтересовал вопрос о законе об общественном контроле. То есть все профсоюзы будут принимать участие, чтобы проводить мониторинг и общественный анализ всех программ, в том числе и государственных, которые будут проводиться в стране. Итоговым моментом съезда стало принятие стратегии деятельности профсоюзов Республики Казахстан на 2020-2025 годы, где определен дальнейший путь модернизации и реформирования профсоюзного движения. Стоит отметить, что в Западно-Казахстанской области насчитывается порядка тысяч первичных профсоюзных организаций, в которых состоят более 70 тысяч западно-казахстанцев.